Но то, что мы здесь с тобой сидим, отдыхаем, покуриваем, далеко не значит, что мы снова друзья, ты понял? Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием My Summer Car. Ну что, настал, друзья, тот самый момент, момент истины. Мы, наконец, можем зайти к механику и приобрести все необходимые нам детали. Да заткнись ты! Чему нас жизнь научила, так это не доверять механику. Так что у меня появилась кое-какая идея. Так, все, мы пробиваем на кассе, смотрим, сколько в итоге получилось. 6909, кстати, даже меньше, чем 7000, так что у нас немного на проживание останется денег. Так, ну что, давайте оплачивать. Так, погодите, почему-то я... Я не могу оплатить почему-то. Слышь, механик, что это такое? Очередная твоя уловка? Теперь ты мне даже не продашь эти запчасти. Так, ладно, друзья, судя по всему, придется нам перезайти. Давайте засейвимся. Или может даже не сейвиться лучше, на всякий случай. Да, давайте, даже сейвиться не буду. Сейчас перезайдем. Так, ладно, я думал, наши проблемы уже закончены, но, похоже, они только начинаются. Давайте по одной детальке попробуем. Почему? Что за херня? Почему я не могу купить? Или я что-то забыл? Может быть, вот здесь вот в каталоге надо как-то оплатить? Что за херня? Так, ну это эвакуатор. Может быть, конфликтует с каким-то плагином. Игра. Не знаю, я ничего сделать не могу. Денег у меня явно хватает. О! Кажется, было, друзья. Так, ну ясно, это, видимо, баг в самой игре. Ну-ка, нажимай. Ну, давай же. Было. Нажал. Отлично. Все, друзья. Сейчас то же самое проделаем со всем остальным. Ох уж этот механик. Ох уж этот сукин сын. Надо как-то его проучить. Так, снова прицеливаемся. О, идеально, смотрите, прицелился. Оплачиваем. Сейчас надо подогнать фургончик. Хотя и так нормально, на самом деле. Так, и давайте грузиться, друзья. Наконец у нас есть новенькие детали. Они же новенькие, а? Ты не собираешься меня снова обмануть? Я тебя знаю, блин. Кусок. Дерьма, знаешь что? Знаешь что? Ты поедешь со мной. Ты поедешь со мной. При тебе я ее соберу. И если... Если она не заведется. Вот только если она не заведется. Или, например... У меня же секретный плагин есть. Или, например, скажем так, я на глаз не определю, что детали такие же изношены, как и мои. Тебе не жить. А если все в порядке, я тебя отпускаю. Как тебе такое предложение? Ну, на самом деле, смысла нет тебя спрашивать. Потому что я уже уверенно все решил и сделаю, как задумал. Поршень. По одному предмету приходится перемещать. Блин, когда уже разработчик добавит две руки, так сказать? Не только визуально. Так, вот сюда вот. Все вперед. А в сам фургончик назад мы посадим, конечно же, механика. Так, что такое? Генератор. Давайте вот так вот покидаю, наверное, чтобы хоть чуть-чуть побыстрее. А теперь твоя очередь, братан. Ну-ка, давай, я тебе помогу. Так, вот сюда вот. Залезай. Так, надо, наверное, открыть. Сейчас, посиди, посиди здесь немножко. Упс. Кажется, у меня не очень получилось открыть. Немножко силой я перестарался. Ну, все-таки я на массе. Так, ну-ка, давай-ка залезай. Только аккуратненько, понял? Блин, мне кажется, он сюда не поместится. Хотя, вроде залезает. Блин, ну херово, да. Херово, друзья. Блин. Так, давайте попробуем как-нибудь вот так вот, например. Вперед ногами. Ну-ка, ну-ка. Уже почти, уже почти. Ни в какой этот кусок кала не хочет залезать внутрь. Фургончик. Но, мне кажется, мы компромиссное решение с ним нашли. Вот так ему комфортно. В задницу будет дуть ветер. Как он, собственно, и хотел. Вот так, пожалуй, и поедем. Ну, все. Я загрузился. Давайте, знаете что, еще возьмем кассовый аппарат. Если что не так будет с деталями, мы сразу же вернем себе деньги и настучим, и настучим по хлебалу этому ублюдку. Так, друзья, со всем этим барахлом мы пробуем стартовать. И под барахлом я, конечно же, имею в виду и механика также, которая у нас находится на крыше. Так, ручник. Газку немного. Разворачиваемся. И потихоньку отправляемся, друзья. Ну, вроде как он не свалился. Хотя зеркала я, опять же, отключил. Так что не могу быть уверенным до конца. Но, мне кажется, нормас. Мы его сможем довести. Будем иногда останавливаться, посматривать, как он там себя чувствует. Хотя мне на его чувство глубоко насрать. Так, третья передача. И едем, друзья, наконец, домой. Наконец, заниматься нашим любимым автомобилем. Ленька, Ленька, тихо, тихо. А вот и Ленька, кстати, друзья. Давно его не было. Аж две серии или даже три. И вот он навстречу к нам сегодня отправился. Хорошо, что я сильно не разогнался. На самом деле, издалека его увидел. Так что все в порядке, друзья. Свалился он все-таки уже вместе с косовым аппаратом раз 20, наверное. И поэтому мне пришлось его швырнуть наперед сразу. Я сейчас его встречу. Он где-то здесь на дороге должен валяться. Потом швырну его снова вперед. И вот таким вот образом мы его и донесем, можно сказать. Как мячик пиная прямо до дома, друзья. Так, значит. Старые наши запчасти пропали. Которые были сломаны. И это хорошо на самом деле. А то я бы путался. Да, все нормально. Давайте тогда разместим нашего многоуважаемого гостя. Так, ну что ты приуныл-то опять, механик. Давай-ка вот так вот. Сейчас помогу тебе. Вот, смотри, приготовил для тебя специальное местечко. Присаживайся, сиди, отдыхай и не рыпайся. Только попробуй сбежать. Да что ж ты всю землю клюешь носом? Только попробуй сбежать. Я тебя найду, достану из-под земли. Может, ты сейчас пытаешься спрятаться от меня под землю, но не выйдет ни хера. Так, а кассовый аппарат я, пожалуй, подальше от тебя кунатью несу. Вот сюда вот под грузовик. Здесь для него особо надежное место будет. Ну а теперь, друзья, займемся, конечно же, делом, сборкой. Тут нужна вставочка музыки из рокки, наверное. Но, к сожалению, она закоперайчена. Так, берем, значит, мы поршень. Вот. И перекур. Перекур. Отдыхаем. Я что-то устал на самом деле. Утомляет. Это сборка двигателя. Знаешь, порой я начинаю тебя понимать. Сидишь себе, вскинул ноги, закуриваешь. Я бы, возможно, тоже хорошим бы механиком стал. Да, и надо на самом деле помыться немножко, а то воняю как пес. Давайте врубаем душ. Отлично. Но то, что мы здесь с тобой сидим, отдыхаем, покуриваем, далеко не значит, что мы снова друзья, ты понял? Ну, долго я ковырялся и практически уже закончил. И тут я обнаружил, друзья, что механик-то слинял, сукин сын. Но зато кассовый аппарат он на месте. Да, а кассовый аппарат он упереть с собой не успел. Ну, говнюк сраный. Так, ну ладно, видимо он предчувствовал, что я уже заканчиваю. Или наблюдал все это время за мной. И понял, что надо сваливать, пока не поздно. Потому что, наверное, его детали неисправны. Ну, конечно, по списку справа внизу мы можем видеть наоборот, обратное. Что все в порядке, хоть и не на 100%. Так что детали, можно сказать, уже бушные. Не совсем новые или, не знаю, полежавшие на складе. И немножко помявшиеся. Или чуть-чуть заржавевшие. Так, давайте устанавливать аккумулятор. Сейчас будем уже завершать. И попробуем завести. Попробуем тачку завести. Я, кстати, карбюратор зачем-то лишний купил. Не знаю зачем. Ну, пусть валяется. Ну и, наконец, последний штрих. Это ремень. Ну, была же галочка. Блин, как же я ненавижу этот пиксель-хантинг. Кучу времени я убил, чтобы собрать обратно двигатель. И не только. Так, все замечательно. Теперь давайте натягиваем ремень. И отверточкой все это дело закручиваем. Все, друзья, вроде как ничего не забыл. Капот вот здесь лежит. И карбюратор. Я кинул в гараж. Ну-ка, ничего тут еще не осталось. Фургончики, например. Вроде точно все. Давайте сейчас проверим все жидкости. Точнее, залью. Маслица. Тормозная жидкость. И также антифриз. Тоже здесь, по-моему, валялся. Да, вот он. Давайте я сейчас быстренько залью. И уже будем пробовать. Будем испытывать наш автомобиль. Я надеюсь, что я все нормально сделал. Все закрутил. Ничего там не забыл. Блин, кстати, жрать охота. Давайте я не знаю, что я не захалываю. У нас тут пицца вот замороженная. Похрустим немного. Так, ну давайте начнем с масла. Открываем крышечку. И заливаем потихонечку маслице. Ну что, момент истины, друзья. Мы так долго этого ждали. Закрываем дверь. Я надеюсь, у меня там бенз захватает. И дождь, смотрите, палил. Возможно, это грустный момент. Плохая примета. Так, сранное радио, как всегда, заиграло. Давайте его вырубим. Чтобы не нагнетать атмосферу. Сдаем назад. Задняя передача. Аккуратненько. Ну, машина завелась. И это главное. И вроде как все в порядке, друзья. Только я вот заглох. Вот это уже не очень хорошо. Но тут я сам виноват. Так, заводим санное радио. Блин, надо его, наверное, вытащить вообще нахер. Первая передача. Газуем. Тихо! Так, разворачиваемся. Правда, далеко мы сейчас, наверное, не уедем все-таки. А то сейчас вхерачиваюсь куда-нибудь. Давайте втыкаем сразу третью передачу. И наслаждаемся поездочкой. Да, действительно, похоже, что Сатсума самая удобная машина для руля. Да, рулится просто превосходно. Полностью контролируешь свой автомобиль. Давайте фары врубим на всякий случай. А то вдруг я опять что-нибудь не замечу, как клумбу, блин, гигантскую перед моими глазами. Да, друзья, рулится просто идеально. Может быть, мы уже в скором времени будем участвовать снова в раде-заезде. Кто знает. Так, смотрите, блин, даже на поворотах. Вот здесь бы я уже выскользнул куда-нибудь. Как масло из рук. Как мыло, наверное, из рук. Если катал бы на маслкаре или на грузовике. А Сатсума показывает пока что наилучшие результаты. Давайте притормозим. Вторая передача. Будем разворачиваться. Сейчас найдем им место для разворота. Нормальное более-менее. И будем уже отправляться домой. Слишком далеко я ехать не хочу. Тем более у меня бензо, по-моему, не очень много. Полбак там. Я не вижу далеко от монитора. Сейчас сижу. Блин, место бы нормальное, где бы развернуться. А то не хочется, например, вот сюда вот в болото въехать. Так, ладно, давайте вот здесь вот, я думаю, нормас. Потихонечку. Потихонечку. Тормоз, задняя. Разворачиваемся. Вот и отлично, друзья. Сейчас немножко по болото-то мы проедемся все-таки или нет? Нет, нормас. И дождь закончился, смотрите. Вторая передача. Выезжаем и возвращаемся домой. Вот здесь вот на фургончике я бы, наверное, уже перевернулся. Блин, да. Очень классно чувствуется тачка. Несмотря на то, что сейчас не врублена пружина. То есть возврата руля никакого абсолютно. Никакой нагрузки даже. И я уже молчу о форс-фидбеке. Снова, кстати, дождь начался. Видимо, я просто зону проехал. Вот еще проехал, судя по всему, опять. Ну, такие вот кратковременные дожди, друзья. Снова, смотрите, дождь пошел. Ладно, возвращаемся, в общем, домой. И будем уже на этом заканчивать. Да, всем спасибо, друзья, за просмотр. И увидимся в следующем видео.